всем привет с вами команда карту да и сегодня у нас очень интересный обзор мы расскажем о трех моделях первая модель это микросвенгер вторая модель это серия mk3 и третья модель серия mk2 с иллюминацией сейчас поговорим о серии микросвенгер бывает разная комплектация зависит от количества удилищ которые у вас есть у нас на обзоре 4 свингера которые хранятся в специальном кейсе вот так они выглядят это самая простая модель сейчас мы расскажем о технических характеристиках конструкция весьма простая и незатейливая есть вот такой шарнирный механизм который вы пристыковываете к своему сигнализатору есть груз который перемещается по штанге для регулировки натяжения лески ну а теперь давайте посмотрим как работает механизм захвата лески здесь есть такая регулировочная шайба если мы ее начинаем крутить то вот эти усики они начинают сходиться и это просто нас сужается сужается и сужается здесь вы можете отрегулировать уже зависимости от того какой диаметр у вас лески если вы ловите там корягах у вас леска например 040 можно их чуть-чуть там расслабить если у вас леска спортивная к примеру 026 миллиметров то здесь можно их сдвинуть практически до упора но и регулируйте сами в момент подсечки чтобы свингер отлетал правильно но здесь уже уже смотрите по месту на водоеме также вот здесь есть специальный отсек для того чтобы поместить сюда изотопы изотопы сюда подходит размером 22 с половиной миллиметра следующий свингер это серия mk3 он имеет такой же подвижный шарнир немного увеличена сама штанга на которой перемещается регулировочный груз и изменен механизм крепления лески здесь вот такой специальный шлагбаум куда вы заправляете леску и закрываете и пока у вас свингер опущен вниз леска леска оттуда выскочить не может но как только у вас происходит поклевкой леска поднимается вы поднимаете удилище и леска из этого шлагбаума выскакивает без всяких препятствий здесь также есть отсек для изотопов вот так он открывается здесь есть пространство здесь прорезь будет видно ваш цвет изотопа размер изотопа сюда подходит также 22 с половиной миллиметра ну и серия mk2 с иллюминацией здесь есть несколько интересных технических решений во-первых шарнир на который крепится штанга имеет два переключателя жесткости есть нужна такая пружина и есть циферка 1 и циферка 2 цифрка 1 говорит о том что возвращающий механизм будет более мягкий переключаем на цифру q2 уже пружинка становится намного жестче дальше штанга имеет еще более увеличенный диаметр по сравнению с предыдущим свингером также есть регулировочный груз способ крепления лески такой же как и в серии mk3 и единственное что здесь еще встроено вот в этом красочном футлярчике встроена индикация вы можете этот свингер подключить непосредственно к сигнализатору и во время поклевки когда загорается индикация на самом сигнализаторы в это же время горит и этот свингер давайте посмотрим как происходит индикация вот случается поклевка загорается индикация сигнализаторы и одновременно с этим горит сигнализация на нашем свинкере заключается не так же одновременно но сейчас давайте остановимся немножко поподробнее и обсудим для чего и как мы используем вот этот груз регулировочный на этих свинкера этот груз можно передвигать по этой штанге прям целиком либо в начале он расположен либо в конце, либо где-то посередине. Что нам это дает? Если этот грузик полностью расположен у самого начала свингера, то штанга будет опускаться вниз и натяжение лески у вас будет очень большое. Например, если у вас сверхдальная дистанция и нужно выбирать слабину и держать леску в сильном натяжении для точной индикации поклевки, то этот груз мы отодвигаем к самому началу. Ну, а если, например, мы ловим на коротких дистанциях, либо у нас безветренная погода, полный штиль, то здесь можно опустить этот груз назад, тогда натяжение лески будет очень слабое. Ну, а если нам нужна какое-то среднее положение, уже смотрите по обстоятельствам, здесь уже на практике можете двигать этот груз вперед-назад. Очень удобно то, что прямо во время рыбалки при изменении любых условий вы можете перемещать этот груз и вам не придется разбирать свингер, либо добавлять какие-то грузики прикручивать. В этом плане это очень удобно и практично. В серии МК-2 с иллюминацией здесь также есть вот такой пружинный блок в этом механизме. В других сигнализаторах такого механизма нету. Что нам дает? Опять же, есть у нас два способа натяжения, это 1 и 2. Двойку, если мы ставим, то тогда вот это поднятие будет более тугим и жестким. Если мы поставим с вами единичку, то это поднятие будет уже более легким. Тут опять же смотрите по условиям вашей рыбалки, но опять же очень удобно то, что вы это все можете отрегулировать непосредственно уже даже на заброшенных удилищах. Данные сигнализаторы вы можете купить в магазине carpshop.ru, также вы можете задать нам любые вопросы, если вам нужна консультация, мы с удовольствием вам на них ответим. С вами была команда CarpToday, подписывайтесь на канал и слушайте на рыбаков вот такие вот паровозы.